приветствую вас дамы и господа в этом видео поговорим с вами про масленицу 11 марта появились у нас задачки даже цепочка заданий которая приведет нас к стилю масленица попутно мы будем получать небольшие маленькие наградки задания следующие набить кучу урона потом набить кучу опыта потом набить кучу урона потом набить кучу опыта очень интересные разнообразные задания но я думаю что эти задания не поломают рандом хотя смотря на чем люди собираются набивать урон если они все сядут на бабаху будет очень весело задание насколько я понимаю работы до 18 марта также появилась еще цепочка товаров которые можно покупать в магазине в игре за золото это очень сильно похоже на караван за одним исключением все товары сразу видны и каждый следующий товар не нужно пролистывать за какой-то ресурс получается это просто караван который сразу видно и каждый товар ты не можешь пропустить тебе нужно его покупать то есть чтобы дойти до последнего товара тебе нужно все купить все 21 товар чтобы дойти до 21 21 лот это у нас леший и также с ним еще в придачу идет стиль масленица леший стоит 4 тысячи 499 золота казалось бы это очень выгодно поскольку прим танки восьмого уровня стоит 11 тысяч золота придачу к нему еще и там всякие декальки и стиль масленица так что там выходит вообще 12 тысяч с хвостиком но главный минус этого лешего в том что перед ним нужно купить 20 товаров которые не факт что нужны и в целом если 21 товар покупать то цена получается почти 19 тысяч золота а это очень приближенно к тому чтобы купить прям танк восьмого уровня в два раза дороже а зачем нам прям танк восьмого уровня в два раза дороже неизвестно но попутно мы получим кучу барахла и вот главный вопрос вам надо все то барахло которое там продается если надо тогда это для вас выгодно если она вам не нужно то не выгодно поскольку су-130 pm не стоит 19 золота если вы прям только его хотите купить остальное вас не интересует или она у вас есть а что там попутно еще есть в этих 20 товарах там есть контейнеры путь воина который вы уже могли набрать накупить на открывать и получить все что там есть там есть серебро которого вас после нового года может быть навалом там есть резервы которые тоже могут у вас на аккаунте тоннами лежать также там есть какие-то брошюрки и дни танково прям аккаунта которых тоже у некоторых малого некоторых много тут уже у кого как я допустим в прошлое конструкторское бюро слил 157 там или сколько дней танково прям аккаунта у меня еще 1000 осталось мне дни танково прям аккаунта не надо серебра у меня 70 чем-то миллионов она мне тоже не надо контейнеры путь воина я уже подкрывал все танки оттуда получил резервов у меня просто там сотнями валяется не знаю что с ними делать даже резервов на серебро скоро 1000 будет леший у меня тоже есть причем у меня и су-130 pm есть при этом су-130 pm я в марафоне бесплатно получил еще и со стилем там какая-то кошка была нарисована то ли гепард то ли хрен знает кто и осенью я получил лешего не помню сколько он там ничего мне там стоил но он у меня есть и вот этот вот леший за ее 19 почти тысяч золота смотрится как-то ненужным может быть там разработчики конечно прочитали что какой-то часть игроков он все-таки нужен но на мой взгляд это кому может понадобиться людям у которых новые аккаунты у которых много чего не прокачано и нужны ресурсы серебро резервы понятное дело у них нету су-130 pm и лешего но еще видимо мало кто открывал контейнеры путь воина раз их везде пихают но мне почему-то кажется что эта цепочка товаров для очень маленького процента игроков да и сам су-130 pm скобочках леший очень на любителя танчик да он вроде как неплохо ездит но есть потешки побыстрее 0 брони фугасами все пробивают до хорошее пробитие хорошая альфа неплохая точность хоть и стабилизация ужасная но башня сзади полностью она не вращается геймплей на любителя с кустика в кустик переезжать стрелять в нынешних коридорных быстрых боях это далеко не всем интересно и нужно поэтому тут сами думаете насколько товары эти вам нужны если они вам действительно нужны то реально вот со скидкой все продается казалось бы даже есть там три кажется товара бесплатных правда чтобы до не дайте надо что-то все-таки купить платная но это уже другая история единственно что мне в этой масленица радует это то что можно получить 2d стиль выполняя несложные задания по набивать опыт по набивать урон единственно что там но она до опыта и много урона но это до 18 числа в принципе ну там сама накатается если вы много играете правда попутные наградки какие-то скромненькие ну да ладно в общем и целом мой вывод по этому каравану в скобочках масленица такой что она мне не интересно вообще но мне не надо товара во первых мало и почти все из них это просто какие-то ресурсы ненужные поскольку как по мне золото важнее ресурс чем какая-то лабуда тем более которая и так есть в общем и целом прошлые караваны были как-то интереснее этот не до караван где все товары сразу открыты казалось бы все видно и скейдок много но чё-то лично мне он не интересен вообще это реально вот для тех у кого полупустые аккаунты и много золота и опять же этот леший еще вас должен устраивать вы его должны хотеть и этот геймплей вам должен быть интересен иначе это все вообще бессмысленно до леший и су-130 pm это неплохие танки по статистике они норм но прям вот настолько почти за 19000 покупать если вам все остальное не надо мне кажется это перебор но с другой стороны нету никакого рандома коробок или так далее вот товар и очевидно за сколько его можно взять также со скидкой кучу всякой билиберды наберешь если она еще и нужно будет то как бы тоже неплохо я просто ожидал какого-то реально крутого каравана с огромным количеством ресурсов и чтоб там было много интересных танков каких-то товаров со скидкой прикольных а по итогу получилось вот было бы прикольно чтоб в караване были какие-нибудь там экспериментальное оборудование со скидкой боновое оборудование со скидкой какие-то редкие 3d стиле со скидкой какие-то там редкие танчики интересные какие-то товары которые хочется получить а не то что под нами валяется каждый день это как бы никакого интереса не вызывает можно было бы создать какую-то цепочку прикольных реально товаров которые бы просто вау нифига себе как прикольно хочется прям все купить а тут как-то ничего не хочется вот она вообще не интересно увы вот такая вот цепочка товаров ну и было бы прикольно если в конце было бы на выбор два танка хотя были три а то те просто вот ведут к одному танку не факт что тебе вообще нужен было бы прикольнее чтоб выбрать там пару танков там допустим 3-4 танка из них ты один выбираешь какой-то интереснее всего а так получается тебя просто за ручку ведут туда куда не факт что тебе надо короче как-то все не особо продумано еще и косяков много то что там не прогружаются изображение товаров су-130 pm точнее леший выдается без 3d стиля это когда-то там исправят но когда непонятно в общем и целом какая-то чепуха и все это будет доступно до 2 апреля то есть еще недели три мы будем смотреть на эту цепочку товаров непонятно зачем не знаю чего будет 2 апреля сомневаюсь что прям 2 апреля уже следующий патч будет только если завтра в 3 уже начнут тестировать следующий патч может быть успеет его оттестировать до 2 апреля либо если он будет проходной какой-то и небольшой где будет цифра меняться не 125 на 126 125.1 какой-то проходной такой вот патчик если будет обычно такие вот акции заканчиваются длинные когда начинается следующий патч ну в общем целом посмотрим пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играйте красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока удачи 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 удачи